так друзья начиная очередную запись 18 декабря 22 года вот и мы с вами снова вконтакте напоминаю эту страницу или как там называется ведет мой друг ученик и помощник павел Троценко все это входит в мою серию под названием опыт моих учеников и друзей есть некоторые между мной и учениками разногласия вот сильно много было внушено до меня вот тем более интересно все это рассмотреть поправить согласиться или где-то не согласиться итак очередное кино поехали вот еще раз я занимаюсь только фильмами где участвуют мои материалы косочки черенки или саженцы железовых поехали так пригляделись к этому видите отрезано отрезано и отрезано так этот цветущий абрикос дал результат посмотрим дал а теперь возвращаемся обратно не таким путем как это я был а это уже из другой оперы это корневый слип в данном случае тема другая так 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 а вот мы где были теперь читаем текст татьяна паниковская привет татьяна здравствуйте если вы имеете ввиду тот которая выросла из косточек и сибири от железа в этом году первый год были опылители и плодов намного больше чем ранее то есть не 11 сил понятно конечно отправьте вот на фото видно это она спала вот на фото видно где удаленные центральные проводники на всех трех проводники и так повторяю на фото видно где удаленные центральные проводники на сектором столах и вот сейчас не менее пяти метров что думаю валерию тоже будет интересно посмотреть да мне интересно сорт не скажу но мне особенность кора зеленоватая а на других коричневатая так что на раз такой есть это я автор это не шорта нет сорта братца так быть скромнее и так поехали вот это вот фотографии то ли сюда относят то ли сюда вот ну допустим сюда вроде бы сюда да давайте на нее посмотрим посмотрим полюбовались но это кто-то из сыновей маджевского абрикос скромные но вы знаете у них кислинка такая благородная кислинка мне сидят это я все расскажу как они дат приезжают ко мне ну почему не рассказать пусть второй раз ничего главный редактор скромнейший сибирской газеты в хозяин головина ирина и она полная машина и ее дочку привезла подруга и у той дочка вот и они путешествуют по хакасии приехали ко мне а я же автор ста статей в ее личной газете а чем угощать ё-моё оккультурно закончить ай-ой-ой-ой подходим к маджорджу а под ним ковром лежат абрикосы вот то есть такие же вот как эти мой патриарх вот это огромное дерево самое знаменитое в России вот только ученые вернуться от него получать потомство почему почему не а нет вовремя получил получил рекордные результаты расхватывался эти самые доклад все сенсации ну забыл что и саженцы варят жили и вот получилось ну это бывает случайно совершенно случайно забыл и вот таких точно лежат ковром набирают они то ли два то ли три ведра у меня есть фотографии но я сейчас искать трудно там еще моя эта внучка в общем назовем ее внучкой тоже помогал им собирать и вот они уехали дня через два-три они оказались в Красноярске может через неделю я не помню вот и в разговоре она говорит вы знаете вы абрикосы ваши плоды до Красноярска не довезли у меня жалость сердца испортились а может быть это не вкусно выбросили нет по дороге все съели два или три вот это голод на абрикосы поняли да так возвращаемся обратно и так скромная до кислинка она больше нравится многим чем мои сладкие королевские сладкие эти баи так но еще не все вот тут я заметил ссылку я решил на нее нажать что получился полноценное кино а то пока выглядит как реклама нажал на эту ссылку и вот где я оказываюсь смотрите северное судоводство тайны деревьев так это наверное такая такой канал то ли это Павло не Павло в данном случае роли не играть почему и так тут видимо уже много авторов видимо это как называется не понимаю в этом ничего по всяком случае переписка продолжается это и так та же самая Татьяна Паниковская внимание Элеонора да еще сложно самое главное посадить где нет потопления снеговой водой и дождями прививку ни в коем случае не заглубить и отаптывать снег а в начале весны от грести от ствола все вот ну дальше непереводимая фраза да делают регулярно обрезку в том числе укорачивающий селян селябинская область Косунинский район выращенный скотчик валерия железа вот плоды вот это вот может быть тоже дерево но нет то похоже другое вот автор тот же Татьяна Паниковская смотрите даже пожалуй по приличии тех которые я назвался на ремонтурце да вот посмотрели значит что мне здесь не понравилось все эти все приглядели увидели искусственный штаб ну я боюсь этим как могу но даже кто сказал что она моя ученица ну выписала у меня вырастила ну а дальше чего а и вот смотрим что дальше возвращаемся и начинается легкое такое мое брюзжание с одной стороны доволен всех добился успеха она ест мои абрикосы мои подчеркиваю вот и получается так по порядку садить где нет потопления согласен вот у меня сегодня у нас воскресенье 2.18.19 будет вебинар и на вебинаре я про это и буду рассказывать и про подтопление и про все вот поэтому здесь останавливаться не буду искать фотографии подходящие не буду посадка по железу на холмах называется вот давайте так значит повторяю садим на холмы дальше прививку не заглубить абсолютно верно но надо будет доказать где у него корневая шейка от природы там она и должна быть а не заглубить это не значит что по ошибке на 1-2 см она не кажется что там под землей она у нее будет короткий век но совет хорош не заглубить обтаптывать снег вот дальше про это я пока пропускаю про обтаптывание и в начале весны отгрести от слова да есть такие районы где намного снега больше у меня и вот в начале весны отгрести не помешает единственное что я пропустил вот эту фразу обтаптывать снег видите давайте про это чуть ниже итак реакция Виктора Костенкова АВК АВК это уже говорит что там то всех не надо давайте разбираться по порядку вот допустим вот это вот ответ не мой хоть тут написано это имеет право поступать как считает наверное это кто-то от моего имени может быть тот же Павел Танценко но каждый имеет право да каждый имеет право поступать как считает но сейчас мы поймем что надо разделить такие вещи отгрести снег но весной ранней весной чтобы ой наверное все таки покажу но не могу я так нет в самом конце покажу и так отгрести весной так допустим все правильно вот и пришла зима выпал снег еще поздняя осень ранней выпал снег и вот тут да сколько я критиковал телеканал Бобер когда они брали зимой делали съемки устроили пляски можно считать половецкие пляски под музыку там снег вытаптывали а может быть пляски святого вида хочется покрутить у виска вот вот в это время снег не тронут точка не тронут вот до самой весны это глупость что обтаптывание снегом называется снегозадержание раз второе снижается снеговой покров а значит мороз легче доберется до корней не тронутый снеговой покров по железу это теплозащита от мороза вот поэтому если вот допустим слова каждый имеет право поступать как считает нужным это да но лучше поступать по железу но это шутка теперь наверное мы с вами зайдем сюда вот и закончим этот разговор тем чтобы показать все таки показать показать ну-ка посадка семян вот есть такой у меня раздел каталоги особо ведется на планете называется вот самозащита да и вот здесь я готовил этот для 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 вебинара и там в основном расскажу как попасть в вебинар я вам сейчас объясню смотрите сейчас найду подходящую фотографию и на этом закончу вот тут поищу вот тут поищу бесценные фотографии но в основном на вебинаре будем с ними разбираться в основном на вебинаре вот так проехали хорошо или пропустил но у меня есть еще более ценные ценные часть архива под названием под названием посадка посадка тогда вот здесь найдем такой знаете красноречиво чтобы было чтобы было красноречиво красноречиво сейчас вы это увидите у меня фотография на все случаи жизни вот вот видите вот так люди садят а потом ой короткий век ладно крепкая надежная вещь все равно нельзя этого делать хотя это дерево прожило много лет посадка по железу вот тот самый патриарх из которого прославили ученого директора института Мяскова Ваулина вот отсюда я брал сеянцев и капал маленький в карандаш размером посмотрите почему он прожил почти 40 лет видите вот смотрите видите дырычки тут есть вот уже все вот тоже это несладко пришлось бывал снег то и полметра и больше вот и тем не менее вот это его спасает придет весна а здесь уже тепло вот эту фотографию и фотографию антикода сейчас найду и мы на этом закончим очередную серию я хочу чтобы у вас были абрикосовые сады вот дурь неимоверная современный снимок 22 год ведь научился всех садить и так персить ни стыда ни совести ума нету ничего нету представляете а учит надо бы там выставить в интернет получить десятки сотни тысяч просмотров это это умудриться надо чего лезут ничего не понимаю в этом деле вебинар если не успеваете фильм то выйдет может быть даже позже но вы все равно мое вам пожелание будьте добры посмотрите хотя бы в записи вот хотя бы все на этом закончим видите вот этого не должно быть ну может быть еще показать что-нибудь на холме может быть еще один снимок показать может быть может быть может быть груши сгнивают чуть-чуть чуть-чуть тень чуть-чуть сырость уже сгнивает это их особенность а их путают с яблонями и занимаются глупостями учат садить в яму но еще где-то есть у меня хорошая фотография посадка вот она классическая лично раз покажу хуже не будет не классическая классическая как раз посадка в яму на дурной это посадка по желуду ну ну еще скажу если это бывшее картофельное поле можно позволить себе нагрести лопатой то есть ябкой смотрите можно так потом удобрить вот так удобрить но ребята вот это внимание если дерн не трогать не перекапывать сверху тележку 2-3 середку ямку и садить дерн не тронуты вся подземная структура посадки готова а начинать с нуля это знаете я даже не знаю как это делается разбомбить город а потом начать строить снова этот момент так у нас сейчас и происходит все а я на этом наверное закончу но ту фотографию я еще пока не нашел вот посадка на новом месте вот больше картофельное поле вот посадка на склоне видите абрикосы они не гниют посадка на склоне так и все таки то фотография еще все еще еще да еще бесценная фотография бесценная природа подсказывает выросло дерево и там не положено значит рано сгниет а мы не понимаем этого в лес не ходим и грибы не собираем а если собираем грибы то выводы делать не можем не умеем и самое страшное не хотим вот она нашел ее я ее указал для вебинара сейчас я скопирую и когда закончу этот фильм перенесу на вебинар вот она вот это посадка это дерево прожило 30 лет она дала сотни ветер это королевский абрикос вот она истина то ну и теперь все мне осталось вам сказать как попасть ко мне на вебинар пользуясь случаем итак допустим вы набираете по порядку сайт сайта садо вода жилья дальше можно не говорить не писать сайт садо вода жилья так Нажали. Смотрим. Официальный сайт Железа. Вот он. Вот здесь уникальная фотогалерея. Равная, которой нет на всей северной половине планеты. На южной не знаю, не бывал. Здесь добрые тысячи фотографий. Уникальнейших. Невероятнейших. Все это в Сибирском саду. Все это реально. Около 50 фотографий отсюда украдено. Перенесено на другие сайты. У которых садов нет, а саженцы есть. Я их называю фокусниками. Также у меня фокусник кролика из шляпы доставил. А эти откуда достают саженцы, а фотографию воруют у меня. У меня тут вот эти фотографии у меня велика множество. Жалко, долго открывается. Дальше не будем. Или показать вам фотографии, которые у меня воруют. Ой, долго-долго. Ну, увидите сами. Итак, набрали сайт садового дожилия. Попали на сайт. Насяли в фото галерею. Но перед этим были долг под язык. А та-та только открывайте. А потом вы попадаете, берете, открываете свою книгу. Здесь идет ценнейшая. Кстати, здесь очень много дурной рекламы. Лезет сама. Здесь идет так называемая переписка со мной и без собой. Видите? Галина Кантаурова. Кантаурова Галине. Вот. Видите? И здесь есть то, что я называю информацией о вебинаре. Вот так вот могу любому поставить, скопировать, копировать. Информация о вебинаре. И здесь как попасть? Регистрация через регистрную почту. Регистрация ВКонтакте. Регистрация в Ютубе. В общем, заходите и оказываетесь в уникальном месте. В уникальном моем, на моем канале. Так. И завтра в 16 часов по Москве, видите, 19-го. И потом можно и не запоминать. Вдруг вы увидите это 20-го. Будете смотреть в записи. Если зарегистрируетесь, раз. И каждый понедельник будет меняться только вот этот вот номер уже будет 215-й. Пять лет без перерывов. Раз. Номер 215-й. И будет у нас стоять и 19-й, а плюс 7 дней. 26-го и так далее. А там Новый год. Вот. Наша песня хороша. Итак, мы, ребята, заканчиваем этот очередной... А как его назвать-то очередной фильм под названием... Под названием... Нет, не записки. Записки, это у меня книга называется. Записки зачарованного сибирского садовода. А это называется опыт моих учеников и друзей. Вы видели еще кусочек. И у меня таких кусочков сотни. Мы покоряем Россию, но покоряем медленно. Вы не передаете... Те, кто смотрят эти же ролики, попадая к вам, вы не передаете их дальше друзьям, друзьям, друзьям. Вот, чтобы у них тоже были такие сады. Вся Россия практически не знает про уникальную шулью, коллекцию, то, что вы видели на этом самом... Коллекцию семян, коллекцию косты, семечек, коллекцию черенков на прививку, коллекцию саженцев. Она не просто лучшая в стране. Это само собой. Она единственная в стране. Больше такого нет сейчас в данный момент ни у кого, кроме меня. И моих друзей. Да, объявление. Примерно через неделю-две ко мне придет... Значит, есть такой уникальный садовод в Брянске, Олег Олегович Мезинов. У него есть персиковые деревья из моих косточек. Это чудо и чудес с предельным урожаем. Вот. Он собрал косточки много. Часть из них он вышел мне на... Чтобы я расправил его. Никто не знает, а меня знают многие. Пусть и во все. Но косточки буду персиков продавать и я. Как меня найти? Ну, еще на секунду вернемся на тот же самый... Тот же самый, где мы были. Постевая книга, да. Вот. Что мы тут видим? Мы видим, если вернуться обратно... Вот он, сайт. Нажал стрелку обратно. Контакты. Вот он мой электронный адрес. Внимание. Заказывайте, что вам придет в голову. Плюс книги, плюс учебные диски, плюс специальные ленты для примеров. Но это будет у нас совсем другая история. Я с вами на сегодня прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...